МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы не знаем, будет ли применено ядерное оружие или нет, но пока оно существует, опасность сохраняется, поэтому лучше быть готовым к атаке. Главное в этом деле знать о поражающих факторах ядерного взрыва. Их пять. Ударная волна – область резкого сжатия воздуха, действующая как на здания, так и на живые организмы. Для понимания мощи надо знать, что расстояние в 3 километра ударная волна преодолевает за 8 секунд, разрушая все на своем пути. Световое излучение бывает видимым, ультрафиолетовым и инфракрасным. Вызывает пожары, ожоги и ослепление у людей. Проникающая радиация – это поток гамма-лучей и нейтронов, испускаемых в момент ядерного взрыва. Они разрушают живую ткань и служат причиной лучевой болезни. Радиоактивное заражение. Оно происходит в результате выпадения радиоактивных веществ из ядерного облака. Большая часть осадков, вызывающие радиоактивное заражение местности, выпадает за 10-20 часов после ядерного взрыва. Электромагнитный импульс. Это возникновение кратковременного мощного электромагнитного поля, которое выводит из строя всю электронику. Если Северная Корея проведет следующее ядерное испытание на чужой территории, то имейте при себе запас еды и воды примерно на 2 недели, медицинскую аптечку, средства связи, запас батареек, сменную одежду и обувь, документы и деньги. Ну или крышки от Кока-Колы. Что делать во время удара? О надвигающейся угрозе вы узнаете от системы оповещения. В один момент в городе заглосят все рупоры, которые скажут, как вам действовать и сколько на это есть времени. Сообщение об опасности может застать вас где угодно – на улице, на работе или дома. Первое, что вы должны сделать – найти укрытие. Хорошо, если рядом с вами есть бомбоубежище, тогда ваши шансы на выживание чуть выше. Если защитного сооружения нет, забирайте все необходимые вещи и бегите в подвал или любое место, находящееся под землей, чтобы переждать удар там. Если вы заметили яркую вспышку, то времени искать убежище уже нет. До ударной волны остаются считанные секунды. Если вы дома, спрячьтесь в ванной. Толстый чугун поможет значительно уменьшить радиационное воздействие. Это также спасет от обломков при обрушении здания. Но с акриловой ванной такой трюк не пройдет. Если вы в офисе или в каком-то другом здании… Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...